Продолжение следует... Это проект «Закон и время» – программа о преступлениях и наказаниях. Здравствуйте. ДТП со смертельным исходом по причине пьяной езды стали, к сожалению, уже обыденностью. Судебные приговоры разнятся. Чаще всего сроки наказания вызывают в обществе раздражение. Об уголовных делах по 264 статье расскажем после оперативной сводки происшествий. Здравствуйте. Вашему вниманию хроника происшествий за неделю. В Сарахуле из православного храма похищено церковное имущество. Как оказалось, в ночное время туда через окно про них неизвестно. Его интересовало содержимое церковной лапки. Были похищены 25 цепочек, браслеты и нательные крестики. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местного 22-летнего жителя, у которого и обнаружили украденные украшения. Задержанный во дворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. А в Глазове грабитель напал на пенсионерку. Злоумышленник подкараулил жертву утром у почтового отделения, где обычно пожилые люди получают пенсию. Проследовал за ней до самого дома и у подъезда ограбил 75-летнюю женщину. Забрал всю пенсию 15 тысяч рублей. Вскоре личность преступника была установлена. Сотрудники полиции задержали жителей Белезинского района 37 лет. Часть похищенных денежных средств у него изъята. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В Ижевске полицейскими предотвращена попытка сбыта героина в крупном размере. На улице Кооперативной по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, имеющей временную регистрацию в Москве. При нем под курткой был обнаружен распасованный по пакетикам героин общим весом в 200 граммов, приготовленный для дальнейшего сбыта. Во время обыска в съемной квартире наркодилера были изъяты свертки с аналогичным наркотиком общим весом около 500 граммов. В настоящее время иностранный гражданин находится в изоляторе временного содержания. Общественный совет при МВД по Удмуртии вновь провел выездные проверки объектов, где содержатся временно задержанные лица и спецконтингент. На этот раз общественный контроль был организован в отделах внутренних дел Глазова и Болезино. Член общественного совета Бахрус Гумбатов осмотрел камеры временного содержания душевые прогулочные зоны. Пообщался с административно задержанными, задал вопросы насчет условий. Есть ли нарекания? На момент проверки в трех камерах содержалось 6 человек. Жалоб от них не поступило. В помещениях соблюдается температурный режим и норму материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. В соответствии с нормативами организовано трехразовое питание. И у меня на этом все. Больше информации на официальном сайте МВД по Удмуртии. Заходите, адрес на экране. Увидимся через неделю. До свидания. Под Сараповым в июле 2016 года случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором виноваты обоюдно две стороны. Один водитель на Большегрузии был выпивший, двое на мопеде тоже были нетрезвы. Это показала посмертная медэкспертиза. Водитель КамАЗа сейчас отбывает наказание. Нам удалось с ним поговорить в исправительной колонии. Осужденный Виктор Русинов укоряет самого себя. Все было в жизни стабильно. Семья, работа. Всего этого он лишился по своей вине. Не по своей воле лишил жизни двух человек, которые, безусловно, также виноваты в своей гибели. Они выехали пьяными на дорогу в ночное время. В ночь с 17 на 18 июля 2016 года на 52-м километре автодороги Ежер-Сарапов, расположенной на территории Сараповского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двум лицам были причины телесные повреждения, повлекшие смерть. По прибытию на место происшествия с сотрудниками полиции было установлено, что водитель, совершивший ДТП, с места преступления скрылся. Видел предмет, то, что он с крылом задел и под сзади мост затащил. А когда, ну, тиханул и вышли, посмотрел, еще КамАЗа обошел, ничего не заметил. С места преступления уехал, он с места ДТП. А утром по видеокамерам, по номерам приехали сотрудники и забрали, сказали, что они остались как на дороге дальше. Я по дороге не проходил, так как темно было. Напарник не сел, он в ягодь спать был. Инициатива-то его домой поехать. Я говорю, ну, поехать не будет. А все равно, коллекция для того же была. Так нормально, оба КП проехали же там, ну, два поста. Никаких подозрений не было, он пошел, по дороге не виляли. А экспертизу делали на следующий день, да? На следующий день экспертизу сделали. Что-то показало? Да, проверили, показали. Сколько? Я даже не найду. Я говорю, в отношении потерпевших, и в отношении меня у нас меньше промилей было, чем потерпевших. А это уже не важно, кто больше выпил. Не сел бы за руль после рюмки, был бы сейчас дома, а не в тюрьме. Судебный приговор 4 года 10 месяцев в колонии-поселении. Там же отбывает наказание и этот житель Воткинска. Сел за руль чужого автомобиля и избил пешехода, как оказалось, мать своей одноклассницы. Избежал с места ДТП. С его слов, на нервной почве выпил уже дома. Алкотестер показал значительное содержание промиле. При этом есть информация, что до происшествия он был участником застолья. Вылетел в кувет. Все, машину не доставить, ничего. Женщина раз. Она как бы, ну, меняемая, сидит еще. Береть просто не может ничего. Что бы просто ему ланить? Ну, как бы, я испугался первый раз такое. Ну, как бы, ушел домой. Ну, недалеко, конечно, там, как бы, уже было до дому. Пришел, все. А женщина там осталась, что ли? Женщина осталась там, уже народ подошел. Все. Постоянно спугался, уже. И ушел. Потом пришли, приехали, гибель, да? Все. Привезли в бои. Акт составили. Привезли в милицию уже. Сутки просеял в милиции. Работы, поселили до суда. Судили на три года. Срок дали. В колонии поселения. А женщина в итоге, что с ней? Женщина со временем. Через два месяца, через три умерла. В больнице уже. Как и потом. И Русинов, и Ложкин в местах заключения повторно. Сидят спокойно в колонии поселения. Режим облегченный. Во большинстве случаев еще, конечно же, заданные преступления, фактически во всех случаях, они также являются у нас искоряками. То есть, имеют исполнительные листы. Соответственно, с этим необходимо трудоустраивать, чтобы они в дальнейшем могли почетить. Материальный учет, да? Пострадавшихся. Да, да. А сколько других случаев с участием пьяных гонщиков не перечесть. Печальные последствия предупреждают автоинспектора, успевая изолировать опасных водителей, тем самым спасая чьи-то жизни. Только представьте подобного шофера в движении на дороге. Страшное зрелище. Кто разбил? А что сегодня употребляли? Что пили? Ничего. Вчера? Ничего. Берегите себя и не только. Жизни других людей во многом зависят от наших с вами действий. Это был проект «Закон и время». Увидимся через неделю. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Все о электронных госуслугах. Например, оплата штрафа всего в несколько кликов со скидкой 50%. А также настройка уведомлений. Удобнее, быстрее, ближе. Сайт услуги.удмурт.ру